Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Решила записать для вас небольшое кулинарное видео. Если я опубликую это видео, это значит, что результат меня порадовал, и вы уже смотрите это видео у меня на канале. Попробуйте приготовить такой рецепт дома, если он вам понравится. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить пальчик вверх или вниз, как вы пожелаете. Итак, мы готовим сегодня такой десерт, выпечку, пресепт у моей мамы. Мама их называла такими дамскими пальчиками, но попросту это будет выглядеть как рогалики с начинкой с орехами и с джемом. Готовим мы в Америке, используем американские продукты. Это одна пачка дрожжей. Здесь, если я не ошибаюсь, 7 грамм. Потом нам надо 250 грамм маргарина по рецепту. Я знаю, маргарин не полезен, поэтому используем что-то среднее. У этого бренда, у него жирность 11%. Потом нам потребуется 1 стакан сметаны. Здесь в Америке вот такая вот сметана 8% жирности. Здесь такой открываешь крышечку и клиентоориентированный подход. Не хотите ли попробовать нашего творога? Потом подсолнечное обычное масло. Нам потребуется 1 столовая ложка. В Америке нет подсолнечного масла в больших 5-литровых упаковках, как мы привыкли, допустим, вот это покупать. Потом нам потребуется 2 яйца. Обычно яйца здесь продаются по 18 или 12 штук. У меня 18. Все не ошибаюсь. По цене вам могу сказать, озвучить то, что я помню. По-моему, 1,79 доллар они стоят. Немножко нам нужно ванили. У меня ванили такая вот жидкая. И вот такая вот мука, самая обычная флауэр. Это обычная белая мука. И будем добавлять по необходимости в тесто. Сколько вам сказать, не могу, все на глаз я делаю. Будем смешивать ингредиенты в большой мышечке. И дальше вам покажу весь процесс. Далее для начинки я буду использовать свежую клубничку. Потом орешки грецкие. Два вида джема без начинки. Это клубника и малина. И сверху буду посыпать обычным сахарком нашим. И я не буду использовать желток. Для верха просто сахарок, как сделала моя мама. По поводу клубники. Вот такая большая упаковка. Здесь, если не ошибаюсь, да, написано 907 грамм. Это где-то около 2 паундов по американским размерам. Она стоила, эта упаковка, 2,90 или 3 доллара. В общем-то хорошая цена. Потом варенье, которое я люблю, моя любимая. А вот эта вот, это тоже немаленькая баночка. Сейчас посмотрим, сколько здесь. 432 грамма. Вот, в районе 4 долларов она стоит. 3,5-4. Потом грецкие орешки я брала в шопрайте просто на развес. Ну и сахар, как обычно, сахар и сахар. Кстати, сахарничку с Украины привезла с собой. Сейчас будем смешивать все ингредиенты. Так вот выглядит практически готовое тесто. Я уже поменяла венчики на жидкую основу. Ублядь не венчики, на более плотные уже другие. Сейчас я хочу, чтобы мое тесто немножко настоялось, где-то полчаса. И можно будет его замешивать уже нормально на столе. И раскатывать скалкой, формировать форму. Получился у нас хлебушек, замесил его тесто. Может быть, выглядит не идеальным. И сейчас я буду его раскатывать и нарезать на маленькие треугольнички. Делила я свой кусочек теста на две части. Один уже раскатала, второй еще стоит, ожидает. Значит, будем сейчас это все разрезать на треугольнички, на продольные линии. И я покажу, как я буду заполнять начинкой. Как это все выглядит в нарезанном виде. Так я завернула джем, отдельно ягоды и орешки. Обычные грецкие орехи. Тут у меня называются волнац. Так вот это все выглядит. Сейчас будем делать, продолжать то же самое со всей остальной частью. Результат, который у меня получился на первом противне. Выглядит это все не идеально, по крайней мере, так, как бы мне хотелось. Сейчас это первая партия будет. Следующую партию я буду насыпать сахарочек внутрь. И буду ставить сначала на 180 градусов, это по Цельсию. А если у вас плита американская, тогда вы ставите на 355 градусов по Фаренгейску. Значит, вы выставите время запекать, выставить температуру здесь. Это наше время, которое мы ставим, допустим, минут 30. Вот. Это у нас на плите означает жарко, но нам это не нужно. А это очищение, нам это тоже сейчас пока не нужно, поскольку плиты в Америке, внутри, в духовке, идет уборка, очищение самостоятельно. Просто есть специальная программа. И просто по завершению вы вытираете это все полотенечко. Больше ничего делать не нужно, ничего шкрябать, отдирать, отмывать ничего не нужно. Особо не могу сказать, что она у нас загрязнена. Могу сейчас показать, кстати. Так вот она выглядит. Мыла я ее один раз, точнее не я мыла, она сама себя помыла. Вот, когда мы вселились в этот дом. Нечему особо здесь брызгать, ляпать на стенки. И если, допустим, это фольга, или рыба, или мясо, то все намного проще очищать внутри посуды. То есть никаких загрязнений не происходит. Эта духовочка разогрелась до 180 градусов, это по Цельсию, это 355 по Фаренгейту. Мы ее открываем. Она, конечно, шире, чем обычная духовка украинская. И закрываем это все. Вот так вот ждем, пока они поднимутся. Будем смотреть периодически, проверять. И я потом в конце видео расскажу по времени, сколько это заняло. Ставим его в духовку на 30 минут. Температурный режим у нас 180 градусов по Цельсию и 355 градусов по Фаренгейту. И через полчаса проверяем, как они будут себя чувствовать. Возможно, что сок вытечет, но это не проблема. Все равно они внутри будут вкусные. Наш результат прошло полчаса. Сок немножко вытек, но выглядят они превосходно. Так что пора выключать и доставать, для того, чтобы они остывали. Вот симпатичный результат у нас в итоге получился. Прошло 30 минут, 180 градусов. И все, мы можем наслаждаться нашим десертом к чаю. Приятного всем аппетита! Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Попробуйте повторить это дома, если будет желание и вдохновение. Не забудьте подписаться на канал. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока! Приятного аппетита!